Здравствуйте, меня зовут Осипов Павел. Я уже около 10 лет в области науки, инноваций, технологических проектов. И вот три года назад меня в хорошем смысле занесло в такую область, как технологические проекты для людей с ограничениями возможностей. В первую очередь упор у нас был для людей с нарушением зрения слуха. Основной моей задачей было собрать все идеи, проекты, технологии, связанные с глазом, с ухом по всей России и по всему миру, для того, чтобы найти ту самую перспективную технологию, которую можно финансировать, развивать и так далее. Я тогда понимал, что прорывная технология, она лежит в области универсальных методов, подходов и так далее, на стыке, в таком междисциплинарном. В итоге за три года я превратился в эксперта в области реабилитации, в области восстановления зрения и слуха. Совершенно неожиданно для себя. И теперь я понимаю, я знаю, если не все, то очень многое. Конечно, я не специалист в конкретном применении, но мне это не надо. Моя задача сложить весь пазл, сложить всю мозаику и предоставить слепоглухим, незрячим, слабослышащим людям технологии, способные, дающие новые возможности. И вот, в компании Elite Group это ведущий разработчик, ведущий дистрибьютор, самый известный российский, который занимается программными аппаратными решениями для незрячих, слабовидящих людей. Вся современная тифло-техника, тифло-устройство, все, что связано с незрячими, делается у нас, через нас, вместе с нами. То есть мы работаем со всеми ведущими мировыми производителями, разработчиками такого оборудования. Основная, скажем так, фишка компании, то, что в ней работает более 80% людей, инвалидов по зрению. То есть основные программисты, дизайнеры, верстальщики, незрячие люди. То есть всю тифло-технику у нас разрабатывают незрячие люди. Это говорит о том, что человек изначально не будет разрабатывать то, чем не будет пользоваться. Собственно, почему наши гаджеты популярны не только в России, а еще за рубежом. Десять лет компании, разработками она начала заниматься шесть лет назад. Как я говорил, сами сотрудники компании, они в первую очередь пользователи. У нас, мы представлены на российском и международных рынках. Это достаточно уникальное событие на рынке таких услуг, на рынке таких товаров. То есть понятно, что Россия традиционно славится своими ресурсными запасами, но ни в коем случае не электроникой. Мы перебороли эту ситуацию. Соответственно, у нас более одного миллиона пользователей, кто пользует наши гаджеты, наши товары. Сейчас мы делаем упор на организацию, я вам специально такой пример, не просто рассказываю о гаджетах, а через призму учебных рабочих мест. То есть процесс образования, учеба и работы – это основные наши занятия в этой жизни. И невозможно дать слепоглухому незрячему человеку какой-либо гаджет, не научив его пользоваться. Потому что это оборудование очень сложное, и человек должен его использовать максимально, чтобы реабилитироваться, адаптироваться в современное общество. Ну, в первую очередь, в цифровой мир. Я вкратце пробегусь, расскажу вам об этой тифло-технике, об этом тифло-оборудовании. Что должно включать рабочее место? Рабочее место – это как верхушка айсберга. То есть все, что мы делаем, нацелено для того, чтобы инвалид по зрению наконец-то трудоустроился. И трудоустроился, исходя из своих желаний, потребностей, ну и вообще исходя из своей реализации, реализации своих идей. И, как я говорил, у нас сотрудники работают на вот таких же рабочих местах. Все практически удаленно, по всей России, по всему миру. Пишут и приложения. Я расскажу тоже попозже. Вот для GetTex мы написали в прошлом году, приложения адаптировали. Это все наши российские разработчики. Если мы говорим о простом варианте рабочего места, это любой персональный компьютер-ноутбук. Стационарный или ноутбук. К нему нужна программа экранного доступа. Программа JAWS. Алексей Любимов очень даже в курсе. Естественно, мы с ним очень плотно сотрудничаем. Наверное, рассказывал про эту программу, не буду повторяться. И самое главное, что необходимо, это так называемый дисплей бралия или бралиевская строка. То есть это электронное устройство, имеющее бралиевский вывод, с помощью которого незрячий пальцами. Ну, там поднимается шеститочечный алфавит. Шести такие штифты. Видели, наверное, да, вот дублирование, набрали азбука. И, соответственно, ввод информации происходит через другие восемь клавишей. Это электронное устройство подключается к компьютеру и через программу экранного доступа. Незрячий человек может заниматься теми делами, что и мы делаем с компьютером. Соц. сети, редактирование программ, приложение, верстка. Такой огромный прорыв, как мы говорим, в цифровом мире. Соответственно, это все хорошо. Но для библиотек, школ, заведений, тем более предыдущих, притянующих на инклюзивное образование, конечно, необходим принтер. Принтер для печати по бралию. Все эти устройства, эти халотехники, в чем их проблема, они стоят очень дорого. И стоимость не позволяет конечному пользователю их купить. То есть, конечный пользователь не является покупателем. Например, бралийский дисплей стоит от 200 тысяч рублей. Ну, это нереальная цена. Принтер начинается от 400 тысяч. Понятно, что это принтер не для домашнего использования. Но помимо владения бралийским дисплеем, который бывает 14-строчный, 40-строчный, то есть, вы понимаете, одна ячейка – это одна буква. И чтобы прочитать книгу, ну, например, «Унесенную ветром», незрячему слепоголковому человеку, надо порядка 15 тысяч раз проводить вот так пальцем туда-сюда. И принтер, когда у тебя печать А4, он позволяет формировать особо у детей пространственное такое вооружение, как выглядит лист. То есть, если на минутку представить, да, закрыть глаза, и у тебя перед глазами точки, да, и ты их пальцами трогаешь, у тебя должно быть пространственное понимание, что такое книга, как выглядит текст, как он складывается в объеме, не просто там 14 или 40 строчек у тебя под пальцем. Вот. И, соответственно, еще одна уникальная разработка – это принтеры для печати графики в U+. То есть, помимо чтения текста пальцами, хочется изучать карты, хочется изучать функции. А это необходимо в институте. То есть, схемы, схемы эвакуации, схемы там зданий, планы, все что угодно. Везде нужна тактильная рельефная графика. Поэтому это вот одно и то же необходимое устройство, как принтер. Все остальное, да, что необходимо незрячему человеку или слабовидящему, в основном софт. То есть, мы пишем много софта, нисколько сами, очень много сами, но очень много с крупными мировыми компаниями. Программы Magic для увеличения, для слабовидящих, когда текст на экране, то есть программа заливается на компьютер, любой сайт, и любой вордовский, неважно какой документ, адобовский, он имеет возможность увеличения в том формате, в котором нужен незрячему человеку, слабовидящему. А потеря зрения, она же не всегда бывает, там, знаете, как туннельная, или в точечках. Оно бывает нарушение светокоррекции, желтый, синий, белый, черный и так далее. Вот. Большая линейка всяких видеовеличителей. Вот мы сейчас их внедряем на объекты искусства, в Исаакиевские соборы и так далее, и в церкви, в храмы. То есть человеку не надо идти до алтаря, он берет стационарный видеовеличитель, смотрит в экран и может приближать, удалять, рассматривать фрески, там, другие объекты. То есть это я так чуть-чуть говорю про доступную среду, которой мы занимаемся, да, в рамках которой мы делаем объекты, доступные для незрячих, слабовидящих людей. Всякого рода увеличители бывают, очень удобные ручные увеличители, вот Ruby, XLHD, High Definition, для того, чтобы в любом месте можно было читать этикетки, книги. Более того, с функцией памяти, они синхронизируются со всеми существующими девайсами. Есть фотографии, то есть можно журнал сфотографировать и потом, соответственно, на этом дисплее читать. Вот, ну, как вы знаете, Tiflo Flash Player и специальное устройство для незрячих, которые или читают онлайн-книги через специальный формат Daisy, наверное, Леша Любимов тоже говорил, который позволяет, по сути, незрячему человеку иметь онлайн-доступ ко всей библиотеке. Ну, сейчас это международный стандарт. Вот, соответственно, занимаемся образованием, в том числе, есть у нас специальный портал Elle School, где мы проводим учебные классы онлайн-оффлайн, учим людей работать на этих гаджетах, учим общаться в соцсетях, ну, и вообще владеть максимальной этой техникой, потому что человек, овладев Tiflo-техникой, становится специалистом лучше, чем зрячий. Почему лучше? Потому что он работает больше, это вот цель жизни, это вот работа его основная. Если вы знаете, незрячие спят по 4-6 часов, и все остальное время практически, да, они работают. Ну, по крайней мере, наши программисты так, но это в уникальном случае. Поэтому я каждый день просыпаюсь с кучей писем, которые они там пишут мне в круглосуточном режиме. В итоге мы оборудовали более 10 тысяч учебных классов. Вот, это устройство прозвали, на прошлой неделе мы были на международной выставке и по Америке проводили такое роуд-шоу, устройство, которое все ждали. Мы объединили Брайлевский дисплей с компьютером. Что это дает? Компьютер, который на операционной системе Windows 10 работает, синхронизирован с дисплеем Брайля, 20 часов автономной работы. Естественно, там есть симка для отправки сообщений, то есть это 3G, 4G и так далее. По сути, это ноутбук для зрячего, самой топовой комплектации, который читает все файлы, потому что это Windows, не нужно специальное приложение, потому что спецприложение для незрячих начинается от 50 тысяч рублей в год, лицензия. Соответственно, получили уже предзаказы по Америке, по Европе, в России это продается. Как я говорил, основная фишка, это то, что незрячий может, рабочее место всегда с тобой, то есть может пользоваться одним только этим устройством. Ему не нужна бралевская строка, не нужен компьютер, не нужны программы экранного доступа и все остальное. Друбук, скайп, ну, все современные приложения доступны. И в Америке уже это прозвали русские калашников, то есть цена, удобство и функционал соответствуют таким разработкам. Я просто много участвовал в представлении разных российских проектов, в том числе из микроэлектроники, из разных областей, иностранцам. И здесь встречал такую снисходительную смешку, типа, ну да, это все хорошо, но лучше делайте там, да, нефть, газ и так далее. А все остальное сделают Тайвань, там, Китай и кто угодно. И когда они увидели вот это, начиная там от дизайна и заканчивая функционалом, они окрестили русских калашников, потому что по цене, по функционалу и по эргономике, необходимой для незрячего, это в хорошем смысле является бомбой. У нас, ну в смысле в России, то есть сейчас мы делали мелкосерийные партии, условно там 30-50 штук в месяц. И это стоило, понятно, исходя из экономики производства, дороже. Сейчас мы получили предзаказы, и вот в том числе развертываем производство. И поэтому думаем, ну, такие уже у нас производственные проблемы здесь начинаются в хорошем смысле. Как вы заметили, бралевская строка и восьмиточечный сверху ввод букв, это является стандартом. Поэтому, естественно, зачем нам отходить от стандартов, придумать новые способы. Соответственно, взяли вот такой формат. Другой продукт, который уже продается в России, это L-Smart. Это наш телефон, смартфон с клавишным управлением, озвученным интерфейсом. Как вы видите, здесь нет экрана, есть кнопки. Но почему интересно? Потому что система Android, операционная система Android, она была недоступна и неудобна для пользования. И мы сделали так, что с помощью кнопок незрячий пользователь может управлять этой системой, используя все приложения, используя все возможности Android. Две симки, такой же режим работы есть. У нас SELMarket, через который можно скачать игры и так далее. И с помощью кнопок пользоваться системой Android. то есть абсолютно российское устройство. Здесь он представлен, конечно, в базовом дизайне, ну просто серый, а есть еще панели и так далее для такого визуального дизайна. Ну, про это не буду говорить, это классика. Focus 40 Blue, самый популярный дисплей, бралевский дисплей, уже 40-клеточный, поэтому он такой длинный. Вот такой дисплей, почему он недоступен, от 250 тысяч начинается. Когда у родителей встает вопрос, что купить бралевский дисплей, для того, чтобы ребенок мог там сидеть в интернете учиться, или там условно Рено Логан, блин, ответ очевиден. И поэтому, естественно, помощь государству тут, ну, необходима. Они, конечно, дают компенсацию на все гаджеты. Ну, что такое там 14 тысяч рублей? Любое нормальное оборудование начинается от 60 тысяч. Поэтому, конечно, пользователь никогда не является покупателем. Это в лучшем случае родственники, МСЭ, который дает, медико-социальная экспертиза, да, который выписывает индивидуальную программу реабилитации, через нее получаешь ТСР и так далее. В общем, проблем много здесь. Принтер. Самый известный бралевский принтер. Мы написали к нему собственное ПО, LPX Print. И что получилось? Можно на обычном принтере, на обычном бралевском принтере делать рельефную графику. Как я говорил, для любого объекта регионального, московского, соцобъекта, ставишь такой принтер, не надо специально учить человека. Ведь до этого, чтобы конвертировать из обычного вордовского формата в бралевский формат, ну вот, в точечный, нужно иметь человека на объекте рядом с принтером, нужно этого человека научить. Это огромные затраты. То есть нет такой конвертационной программы, чтобы можно было... Текст залил, и он вышел на бралевский формат. Там система кодировок абсолютно другая. И мы написали специальное ПО, специальный соц, с помощью которого любой там мальчик или девочка минимально владеющий компьютером, может просто залить текст, этот текст конвертируется в схему или в брайль, и можно за 3 секунды распечатать там схему или документ. Ну, не зрячий приходит там оформлять там, я не знаю, ФМС куда-нибудь, или в квартиру. Как он прочтет документы? Он со зрячим знакомым идет, ему переводит, он расписывается, это все очень долго и занудно. А здесь раз практически на обычной бумаге вывел, распечатал, он прочитал, все, услуга оказана. Собственно, вот так. Вкратце пробежал о наших последних и основных разработках, связанных с нарушением зрения и слуха. Спасибо.